Здравствуйте, друзья! Меня зовут Киасов Руслан. Сегодня в этой рубрике мы поговорим об интересных заточных новинках в ассортименте магазина «Резать Руку». Итак, три новых заточных устройства от ижевской компании «Профиль». Blitz Pro, Kadet Pro и K03 Pro, флагман компании. Когда мы говорим про апгрейды Blitz Pro, у нас появился узел крепления штанги. Измененный, который, во-первых, дает абсолютную подвижность этой штанге, но и, главное, может использоваться как элемент модификации угла. У нас сохранилась ступенчатая возможность изменения угла, но главное изменение Blitz Pro – это, пожалуй, новая зажимная рамка, которая позволяет размещать зажимы так, как удобно. На старом Blitz, я напомню, зажимы были расположены заранее, и на некоторых ножах могли быть сложности с фиксацией. Сейчас этих сложностей нет. Когда мы говорим о Kadet Pro, он точно так же, как и Blitz Pro, получил анодированное покрытие корпуса. Но главное изменение в Kadet Pro – это модифицированный узел выбора угла. Сейчас изменение угла на Kadet Pro происходит бесступенчато, практически как на старших системах. Напомню, раньше на Kadet изменение происходило полуавтоматическим, то есть нам нужно было открутить барашек, расслабить узел, поставить угол, закрутить барашек и только после этого произвести изменения. Сейчас при расслаблении узла и изменении угла никакого смещения не происходит. И K03 Pro – точилка получила встроенный электронный угломер, который позволяет буквально на лету в любой момент времени получать показания угла в любой точке клинка. И, что самое важное, на мой взгляд, точилка получила апгрейд, довольно мощный апгрейд речного подъемника. Он стал жестче, он стал точнее, он стал более плотным и позволяет значительно более тонко вымерять углы при заточке. Новые поступления абразивов. И здесь мы говорим, естественно, о рестоке Венёвского алмазного завода в стандартном 150-миллиметровом размере. И я бы хотел все-таки поговорить о рестоке больше двух соток, потому что очень часто этот момент упускается, когда мы говорим про выбор точилок. Профиль K03 против кадета или против того же самого блица. Профиль огромный, профиль дорогой. Ребят, очень просто. Вот размер, да? То есть, когда мы говорим про 150-миллиметровый размер и про 200-миллиметровый размер. Откуда, собственно говоря, растет профиль? Ну и, естественно, нельзя не обратить внимание на то, что вновь появилась серия Гакумио. Гакумио это, если очень кратко, это какая-то Нанива Чазер или Нанива Профессионал на максималках. То есть, на данный момент это очень серьезный игрок на суперфинишном рынке. То есть, если вам нужен суперфинишный абразив японский, обратите внимание на серию Гакумио. И появился, естественно, Нанива Традишнл. Нанива Традишнл, по сути, ну, все-таки нельзя назвать Нанива Традишнл заменой Нанива Про. Да, это более бюджетный ее аналог. То есть, возможности у Нанива Традишнл поменьше, но для каких-то простых пухонных ножей это вполне подходящие абразивы. Системы хранения. Помимо стандартных систем хранения абразивов на 150 мм, вот таких, которые существуют в вариантах на 6, на 9, на 12 абразивов, в разных цветах, естественно, появились новые системы хранения, новые шкатулки. Вот, например, такая. Это шкатулка или кейс, как вам больше нравится, на 8 абразивов 200 мм, так называемые двухсторонние веневские алмазы. Это очень востребованный формат при заточке на профиль К03. Особенный интерес представляют из себя органайзеры для хранения. Средний органайзер и большой органайзер. Как вы можете заметить, органайзеры существенно больше, чем обычные кейсы или шкатулки, и они больше за счет вместимости, естественно. В среднем органайзере у нас два отделения, каждое из отделений на 12 абразивов, то есть в совокупности мы можем здесь разместить 24 абразива в стандартном форм-факторе. Конкретно, как вы можете заметить, здесь абразивы расположены под углом, и это значительно проще считывать, какой абразив вам нужно взять. Плюс ко всему, во втором отделении, в нижнем отделении, оно глубже, и вы можете хранить внизу алмазные пасты, масло для заточки, любые другие аксессуары. В большом органайзере мы можем наблюдать 4 полки. Три стандартного размера, скажем так, и одну крупную. Одна полка при этом не разграничена под абразивы, она, скажем так, свободного назначения. Одна полка содержит точно так же абразивы под углом, тех для 12 абразивов 150 мм. Вторая полка, то есть, простите, третья полка точно такая же. И четвертая полка, как вы можете заметить, она крупная. Эта полка изначально предполагается под какие-то бочонки с пастами, опять же, под масляные заточки, под все другие аксессуары. Что интересно, у большого органайзера есть так называемые пазы. Эти пазы предназначены для того, чтобы один органайзер можно было поставить на другой и выстроить башню до неба, если у вас очень много абразивов. Я хочу отметить, что системы хранения, которые здесь представлены, это не весь ассортимент и не все цвета. Их значительно больше, и со всеми ними вы сможете ознакомиться на сайте. Мусаты компании Вюстков. В данный момент у нас с вами перед глазами металлические мусаты, так называемый мусат вне линейки, 26 см с кольцом. Точно так же 26 см, но несколько более, скажем так, узенький, тоненький, но в коллекции классик Айкон. Достаточно приятно, когда ты собираешь комплект, иметь рукоятку, неотличимую от рукоятки ножей по общей стилистике. И, естественно, нельзя пройти мимо алмазного мусата Вюстков. Сейчас я хочу сказать, ну, скажем так, общепринятые вещи, которые касаются мусатов. Нет, скажем так, хорошего или плохого мусата. Все мусаты, в сущности, будучи заточными приспособлениями, отличаются, скажем так, по мощности. И наиболее мягкие, это, скажем так, рубиновые мусаты, но они при этом довольно дороги. И в эту же мягкую категорию, в категорию мусатов, которые снимают металл очень-очень бережно, можно вполне спокойно относить металлические мусаты, которые, в том числе, совершают некие правочные действия. И ровно противоположная сторона, естественно, у алмазного мусата. Алмазный мусат – это срезание, жесткое, мощное, объемное срезание металла. Поэтому, если у вас высокие нагрузки, вам нужна постоянная мощная правка, вы хотите быстро снимать металл и хотите получать такую достаточно агрессивную кромку, то, естественно, алмазный мусат будет лучшим выбором. И ровно наоборот, если правочные усилия у вас небольшие, объем работы небольшой, оптимальным выбором будет металлический мусат. Новое поступление алмазных паст от Веневского алмазного завода. Я хотел бы сделать акцент на том, что алмазные пасты могут быть в разной форме. Есть в форме баночек, вы это видели, есть в форме шприца, а есть в форме брикетов. На самом деле, очень сложно понять, как лучше. По большому счету, это всего лишь форма выпуска. И в последнее время, вы могли это видеть на моем канале, я полюбил именно брикеты. Почему? Потому что ты наносишь, скажем так, очень дозировано. Когда ты наносишь алмазную пасту с помощью шприца, ты все равно наносишь какую-то горошинку, потом ты ее размазываешь, и ты можешь нанести больше, нанести меньше. Здесь ты нанес ровно столько, сколько нужно. Сам брикет никуда не девается, без масла он не растворяется. Поэтому, на мой взгляд, в брикетах это удобнее. Но алмазная паста выглядит просто больше. Поэтому конечный выбор, он за вами. На мой взгляд, брикеты, скажем так, чуть-чуть чище, чуть-чуть удобнее. А пасты, наверное, с точки зрения цена-качества экономичнее. Буквально пару слов хочется сказать о новинках среди бритеров. Помимо кожи кенгуру и коровьей кожи, появился шелкардаван, и появился тот же самый ресток по бальсе. Что здесь важно отметить? Очень важно. Когда вы можете видеть кожа кенгуру, или тот же самый шелкардаван. Когда мы говорим о подобных вещах, все эти названия не несут за собой некой модной составляющей. То есть, это не кожа аллигатора, эрмес или что-то подобное. Нет. Это, в общем-то, видно будет, скорее всего, даже в камеру. Когда мы говорим просто про какую-то обычную, скажем так, кожу коровы и кожу кенгуру, толщина и плотность этого притира очень сильно отличаются. Когда вы работаете на притире, твердость притира, плотность притира, то, как легко и просто назовется на него паста, это очень индивидуальный процесс. Кто-то любит работать на коже, потому что она сильно прощает работу с заусенцем. Кто-то любит работать на твердом дереве, потому что оно дает более лучшую эстетику граней. Но в любом случае, когда у нас есть выбор, это хорошо. И, наверное, последнее, что я хотел сказать про притиры, когда вы видите именно кожу кенгуру или шелкардаван, речь не о какой-то моде. Речь о типе кожи, который применен для притири, чтобы мы с вами могли понять, твердое здесь покрытие или, наоборот, мягкое. Вот такие, друзья, сегодня у нас новинки. Очень интересные апгрейды заточных систем от Ажевской компании. Система хранения резать рук. Очень интересное решение на 24 абразива на две полки, 24 абразива на четыре полки. Я надеюсь, материал вам понравился, я надеюсь, материал был для вас полезным. Я постарался максимально кратко, емко пройтись по каждой позиции и вытащить, скажем так, суть. Все увиденное вы можете найти в ссылках к описании к видео. А на сегодня все. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте видео лайк. До новых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok